Всем привет! Это второй урок, на котором по установке Linux, который мы рассмотрим. Урок посвящен как стартовать записанную нами флешку, как на разных типах компьютера, на разных ноутбуках она запускается, как на разных типах компьютера, команды для подключения к интернету, как делать разметку жесткого диска, ну и как, собственно говоря, ставить саму систему на примере MX19. Итак, что у нас тут бывает? Ну вот, например, ноутбук Icer. Здесь, значит, вы посмотрите, как пользователь рассказывает, как подключиться, как запустить флешку с ноутбука Acer. Ну и так далее, на Lenovo и на ноутбуке HP. Какие, значит, вот команды? IW-config – это для беспроводного интернета, IW-config для проводного, и вот одна из самых последних команд – nm-clay. Вот эти команды можете попробовать. Естественно, вам нужно знать ваше имя пользователя и пароль для подключения к интернету. Ну, это, скажем так, само собой разумеется. Итак, значит, следующая часть этого урока. Я уже буду непосредственно проводить флешки. Покажу на ней подключение, разметку и установку системы. Установки. Нажмем два раза, кликнем два раза. Давайте один раз опробуем. Даже один клик левой кнопкой мышки. И вот сообщение, что собирается информация о компьютере. И, значит, вот предлагается на выбор изменить установки клавиатуры. Да, изменить. Хочу я добавить... Хочу я добавить английскую клавиатуру. А где тут она прячется? А где тут она прячется? Вот она. Добавил. И хочу я установить русскую клавиатуру. Ну, это русская клавиатура. Ну, а английская, американская мне не нужна. Я ее и убираю. Вот, оставляю всего лишь английскую, английскую клавиатуру. И русскую. Нажимаем применить. Ждем какое-то время. Нажимаем кнопочку «Next». Следующая. И вот здесь вот, пожалуйста, запустить Partition Tool. Это средство разметки жесткого диска. Вот я его. 277 гигабайт на жестком диске. Ну, вполне достаточно. Сидит Windows, сидит Linux Mint. Значит, вот правой кнопкой мышки я, значит, кликаю «Новый». Ну, и создам я разделчик. Значит, здесь у меня 284. Ну, на 50 гигабайт давайте я сделаю. Ну, и еще один раздел создадим. Ну, сделаем его в два раза больше. Пусть будет... 100, 2... Значит, у меня готовый... Принятие системы восьмой и девятый разделы. Под своп у меня пойдет пятый раздел. Хорошо? Значит... Нажимаем на кнопочку «Next» по выбору. Значит, корень восьмой. Домашний – девятый. Ну, корень... Так, корни мы оставим. А своп у нас был, насколько мне помнится, пятый раздел. Вот таким вот где-то образом. Значит, я сделал разметку. Не поскупился. 50 гигабайт дал под корень. Хотя, как правило, мне 15-20 больше не требуется. Вот. Достаточно места дал для домашней папки. Нажимаем на кнопочку «Next». «Приступить». Вот, видите, пишет «MVA» или «MBR». Это, значит, таблица разделов. Значит, здесь старенькая – «MBR». Ну, собственно говоря, вот лично мне оно как-то без разницы. «MBR». Нажимаем. Нажимаем. Не жду, когда все это заполнится. Вот иду сюда. «Next». Здесь вот я напишу. «MX 19.3 KDE». Вот так вот я сделаю. И пойдем дальше. Ну, временная зона. Европа. Вот она, красавица, сидит. Теперь, значит, мы выберем Лондон. Вот Лондон. Поскольку я в Англии нахожусь. Вы выбираете Россию. Вы выбираете город в России. Если у вас такого города нет, то выбираете к ближайшему, крупному от вас городу. Время я выбираю. 24-часовой формат. Вот таким вот образом. Значит, и локалка. Вот он мне пишет. Американский. А зачем мне? Я, как говорится, выбираю вот русскую локалку. Ну и пойдем дальше. Имя пользователя. Имя пользователя. Ну, традиционно я выбираю имя пользователя. User. Паспорт. Пароль убираю. Единичку. Здесь единичку. Здесь единичку. Объясняю почему. Потому что, когда будем настраивать систему, лучше использовать короткие пароли. Когда полностью уже настроим и все будет работать нормально, тогда можно будет сделать пароль любой угодно длины. Ну и ждем, как говорится, когда закончится. Итак, практически установка закончилась. Р於тка готов. Ранировать с длиннерами. Продолжение следует. Режесть. Продолжение следует. Режем.